Глубоко, уважаемый Сергей Павлович, уважаемые коллеги. Передо мной стоит сложная задача, потому что каждый из докладчиков, который был передо мной, рассказывал, какую-то часть своего доклада посвящал проблемам тепловой ишемии. И, конечно, не судите строгие, мне придется повторяться в каких-то моментах. Но постараемся все это обобщить, так или иначе. К эпидемиологии касаться, наверное, не буду подробно, но просто отмечу, что за последнее время есть тенденция к снижению смертности, несмотря на рост заболеваемости за 10 лет на больше, чем на 4%. И в России, так же, как и в мире, постоянно растет количество больных со впервые выявленными локализованными опухолями, небольшими опухолями. И в последнее время в России больше 60% опухолей локализованы при первичном обращении. И, конечно, в связи с этим растет интерес к органозахранному лечению, к возможности выполнения резекции почки различными доступами. И мы можем посмотреть, какая тенденция в мире за последние 25 лет от 6% органозахранного лечения до практически 40%. Это, конечно, большая динамика. И, конечно, в связи с этим рассматриваются различные возможности снижения травматичности хирургического вмешательства. И достойное внимание уделяется и функциональным результатам. Ну, уже все показывали этот слайд, я тоже его покажу, но не буду на нем останавливаться. Несмотря на то, что все докладчики передо мной рассказывали практически про свой опыт резекции почки без ишемии, я думаю, что все-таки большинство хирургов, которые здесь есть, признают, что большая часть резекции почки пока что совершается еще в условиях типовой ишемии. И, конечно, мы знаем все преимущества ишемии, мы знаем, что это значительно облегчает сам этап резекции, позволяет видеть края опухоли, видеть достаточно адекватно добиваться гемостаза. И, пожалуй, только единственный недостаток для ишемии есть, это то, что она и влияет на функцию почки. Ну, представлены механизмы ишемического повреждения, ничего особенного нет, конечно. За последнее время также достаточно сильно изменилось мнение по поводу длительности тепловой ишемии. Если раньше считалось 30-40 минут вполне нормальным временем, при котором повреждения почки не происходит, то в настоящее время все больше авторов склоняется к тому, что 20-25 минут – это то время, которое может быть у хирурга на резекцию. Дальше наступает достаточно выраженное необратимое повреждение почки. На данных слайдах представлены работы, в которых изучалось время ишемии и влияние на функцию почки. Практически во всех из них было показано, что время ишемии больше 30 минут, больше 25 минут приводит к значительному повреждению почки. Таким образом, если суммировать, то в настоящее время ишемии даже стоит не более 20-25 минут. Какие же возможности для того, чтобы сократить время ишемии или вообще отказаться от ишемии? Это достаточно сложный вопрос, нет однозначного решения, безусловно. На данном слайде представлены самые разные технологии, которые можно применять. Сейчас коротко остановимся на некоторых из них, и дальше я покажу свой наш опыт в нашей клинике выполнения операций без ишемии. Конечно, холодовая ишемия, которая позволяет значительно увеличивать время операции, время ишемии при минимальном повреждении почечной паранхимии. Вы видите, что примерно в два раза холодовая ишемия может быть длительнее, чем тепловая. Раннее снятие зажима с почечной ножки, еще до того, как осуществлен полностью гемостаз. Это не вызывает большую увеличение кровопотери, однако снижает время тепловой ишемии больше, чем на 50%. Как уже говорили и показывали в своих сообщениях до меня, это селективное пережатие ветвей почечной артерии. Конечно, это, видимо, одна из техник, которые могут быть освоены многими хирургами в многих клиниках, и особенно с развитием роботизированной и лобоскопической хирургии. И, наверное, это одно из таких перспективных направлений. Но, конечно, имеет смысл до операции этим больным делать котел-ангиографию, для того, чтобы точно выявлять архитектонику сосудистую в почке и кровоснабжение опухоли. Тогда, конечно, эта технология имеет большие перспективы. И различные виды пережатия самой паранхимии почки. Мы знаем, есть несколько турникетов, специальных зажимов, которые были заработаны. Но недостатки все тоже мы понимаем, что это, возможно, преимущественно при поражении одного из полусов почки. И был вопрос по поводу суперселективной эмболизации в ветве почечной артерии. У нас есть единичные больные, которым мы это выполняли. Большого опыта тоже нет. Однако, мне кажется, что это тоже достаточно перспективное направление, которое, возможно, не только без ишемии выполнение резекции. Также это должна быть абсолютно бескровная операция. И, видимо, время операции достаточно сильно должно снижаться. И резекции почки с различными вариантами физического воздействия. Я вот хотел бы остановиться немножко на лапоскопической резекции почки с радиочастотной абляцией. У нас было исследование проведено в клинике, в которое было включено около 230 больных. 111 больных выполнено стандартной лапоскопической резекцией почки и 120 – резекцией почки с применением радиочастотной термоабляции. В группах больные были сравнимы. Единственное, что размер опухоли в группе с радиочастотной термоабляцией был несколько меньше. Характериеские опухоли мы видим, что практически одинаковые группы. И сравнение операции. Время было несколько ниже в группе с радиочастотной термоабляцией. Там же было несколько меньше и кровопотеря. И осложнение, которое мы видим, мы видим, что нас немножко даже удивило, что достаточно значимо различалось количество осложнений, что в группе с радиочастотной термоабляцией было достаточно много осложнений, до 14%. И были мочевые свищи у шести пациентов, гематомы. Но остальные осложнения практически не различались. Но мы думаем, что это связано, во-первых, с тем, что мы недостаточно четко отбирали больных в начале при разработке технологии операции. В дальнейшем, если исключить больных первого этапа, то в дальнейшем количество осложнений значимо не отличалось. И скорость клубочковой фильтрации была оценена через 3 месяца. Она тоже значимо не отличалась, снижения выраженного не было. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok